Добрый день, меня зовут Олейникова Анна, я студентка. Я пришла в автошколу, чтобы получить фактическое удостоверение и быть аккуратным и уверенным водителем на дороге. Сейчас с помощью нашей ученицы новой, мы уже ее опросили, мы уже ее послушали, мы уже задали ей массу вопросов, она ответила. Я, например, знаю, что она очень хорошо танцует. И первый тест, который я провожу с учениками или в классе, можно в автомобиле, это не важно, это тест на координацию движения. Начинаем с проверки координации рук. Задача такая, повторять мои движения. Нужно вот так, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Сложно? Нет. Не сложно. Но в автомобиле немножко другие движения. Там одна рука может быстро что-то делать, а другая медленно. Вот теперь попробуем замедлить левую руку, правой будем быстро работать, вот так, прошу, быстро. А левой сознательно медленно-медленно-медленно. Медленно-медленно-медленно. Трудно? Нет. Нет. Очень хорошо. А теперь наоборот. Левой быстро. А правой медленно-медленно-медленно. Трудно-медленно-медленно-медленно. И наоборот. Левой работаем быстро, а правой работаем медленно. Отлично. Отлично. А теперь очень сложный тест. Левой рукой, левой и правой ногой работаем быстро. А правой рукой и левой ногой работаем медленно. Не получается. Вот это очень сложный тест. Нужно тренироваться. Потому что эти все движения будут далее автомобильные. Левая нога делает одно, правое другое. Левое одно, правое другое. Это я называю проверка запараллельности человека. Вы, как пеший человек, ходили все время вот так. Раз, два. Куда эта рука, туда эта рука. Куда эта нога, потом эта нога. То есть вы к автомобилю еще совсем не привыкли. А там будут совсем движения другие. Вот это первое задание, которое нужно отработать дома. Особенно вот это, вот это, вот это. Это я называю распараллельность человека. Следующий тест вполне официальный. Используется врачами на официальном уровне. Я его только взял на вооружение. Это поза Ромберга. Она позволяет определить состояние вестибулярного аппарата от ученика. Делается это так. Нужно встать на ведущую ногу. Правую ногу вытащить вперед. Руки растопырить, вытащить вперед. Глазки закрыть. И попробовать держать вот такое неустойчивое равновесие как можно дольше. Я засекаю время. 20 секунд уже хорошо. 30 секунд отлично достаточно. То есть я точно знаю, что Аннушка выспалась, здоровая. И вестибулярный аппарат у нее в великолепном состоянии. У танцора другого быть не может. Следующий тест. Это проверка реакций будущего водителя. Он очень простой. Нужно встать друг перед другом. Ноги на ширине плеч. Я вытягиваю руку вперед. Нужно вытянуть правую руку вперед. И точно отслеживать мои движения. Я могу медленно опустить. Могу медленно поднять. Могу быстро опустить. Могу быстро поднять. То же самое по левой руке. Нужно отследить, 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 отследить. Какая реакция? Хорошая реакция. То, что требуется водителю. Сейчас моя задача проверить у Анны кратковременную зрительную память. Именно кратковременную. И в очень ограниченное время. Я сейчас перед ней выложу 10 карт. Она отвернется. Я выложу 10 карт. Это обыкновенная картинка. Их можно заменить с таким же успехом на дорожные знаки. Но Анна у нас еще дорожные знаки не очень крепко знает. Поэтому мы ей выложим 10 самых обыкновенных карт. Которые тоже в принципе картинки. Это пиктограммы, так сказать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И я ей дам только 10 секунд. Только по одной секунде на карту. Потом она отвернется опять. И повторит, сколько она ей запомнила. Внимание. Начали. Отвернулась. Что видела? Два дюза, две шестерки, два, девять, восемь, десять, валет. Все. Подведем итоги. Из 10 карт вылетела только одна. Вольта было два. Но это результат такой. Психологи оценивают вот этот тест таким образом. Если человек из 10 карт за 10 секунд запомнил хотя бы 7, это уже отличный результат. А здесь 9, это сверх отличный результат. Если 6, то это хорошо. Если 5, то это уже троечка. А если 4 всего, то это явно двое, скорее требует тренировки. Потому что на дороге встречается очень много знаков. Их нужно постоянно запоминать. Следующая проверка. Она очень важная. Дело в том, что водитель за рулем при движении встречает очень много дорожных знаков. И каждый знак нужно держать в памяти, скажем, 5 секунд, 10 секунд, в зависимости от зоны его действия. Потом его выбрасывают. Знаков в Москве очень много. Сейчас мы попробуем проверить, насколько она в состоянии удерживать эти знаки дорожные. Я ей буду показывать сначала по одной карте. Это как будто бы она встречает знак по одному знаку. Но это бывает очень редко. Какой знак? Пустая карта. Так, карта. Пустая. Туз? Туз. Хвалет. Хвалет. И так далее. Это не сложная задача. Давайте усложним эту задачу. Сейчас мы попросим Анну первую карту запоминать и держать ее в голове. Потом, когда я покажу вторую, ее тоже нужно запомнить, а назвать мне первую. Когда я покажу третью, ее нужно запомнить, а назвать мне вторую. Попробуем. Запоминаем. Запоминаем. Первая. Туз. Вторая. Валет. Валет. Шесть. Семь. Десять. Семь. Достаточно. Это было труднее. А сейчас еще труднее будет. Первую запоминаем. Вторую запоминаем. Третью запоминаем. А говорим первую. Я четвертую. Говорим вторую. Я пятую. Говорим третью. Да. Первая. Третью запоминаем. Пошёл. Они лишняя. Третью запоминаем. И не так. Не так. У меня ничего. Первая. Король. Вторая. Третью запоминаем. Третью запоминаем. 8, 6, 9, 8, 4. Блестящий результат. Это очень сложная задача, а она справилась с этим блестяще. А сейчас попробуем еще труднее. Попробуем запомнить три карты подряд, а на четвертую назвать мне первую. А на пятую назвать вторую. Попробуем? Попробуем. 4, 6, 8, 9, 8, король. 4, 6, 8, 0, 5, кажется. Блестящий результат. Потрясающий результат. Но это бывает очень редко. Поздравим, Анна. У нее не будет сложностей со знаками на дороге. Есть, только она знаки эти выучит. Самый трудный тест, это когда я беру два одинаковых, называйте их кроссворды, не кроссворды, их называют ключворды. Здесь нужно по двум известным буквам, только известным, расставить все остальные, чтобы сложить слова. Причем делаем их на время. Один отдаю ученику, а другой исполняю сам. Если ученик меня вот в этом соревновании победит, я опять стоню перед ним в голову. Но этого пока еще не было.